Ранним утром одинокий бомбардировщик Юнкерс нес свой смертоносный груз к Ярославлю, крупному промышленному центру. Самолетом управлял опытный экипаж, которого не напугал даже идущий на сближение советский истребитель ПВО. Еще издали тот застрочил сразу из всех пулеметов, но фашисты на большой скорости, умело маневрируя, раз за разом изворотливо уходили от прицельного огня. Управлял советским самолетом 22-летний будущий дважды герой Советского Союза Аметхан Султан. Но здесь, в небе под Ярославлем, молодому летчику явно еще не хватало опыта. В который раз Аметхан бросался на Юнкерса, а он все оставался невредимым. Наконец, зайдя с задней полусферы, ему длинной очередью удалось уничтожить пулеметную точку бомбардировщика, но когда после боевого разворота он снова поймал в прицел ненавистный Юнкерс и нажал на гашетку, то выстрелов уже не услышал. Он расстрелял весь свой боезапас. Похолодев от сознания своего бессилия, Аметхан растерялся. Он не знал, что делать дальше. Но мысли в воздушном бою сменяются мгновенно. Через секунду он уже точно решил, что этот Юнкерс не донесет свой груз до места назначения. Он пошел на таран и со всей ненавистью бросил свой истребитель на врага. Раздался оглушительный треск, и оба самолета, на мгновение застыв в небе, рухнули вниз. Великая Отечественная война застала Аметхана Султана, когда он служил в 4-м истребительном авиаполку Одесского военного округа. Утром 22 июня, заслышав канонаду около границы, полк был поднят по тревоге. Опасаясь провокации со стороны немцев, летчикам 1-й эскадрильи дали задание слетать в разведку и ни в коем случае не ввязываться в бой. Аметхану поручили разведать переправы через реку Прут. Подлетев к реке, он увидел на земле багровые языки огня и высокие столбы дыма, а по его самолету начали стрелять зенитки. Немцы через реку навели понтонные мосты, по которым сплошным потоком шли грузовые автомашины, тягачи с пушками и танки с крестами на бортах. Аметхану очень хотелось резануть по колонне противника из пулеметов, но вспомнив приказ командира, он развернулся и полетел в обратную сторону. Когда же он вернулся назад, аэродрома уже не было, его разбомбили. Аметхан, сделав несколько кругов над горящими внизу ангарами, самолетами и казармами, полетел дальше, на запасной аэродром. В последующие месяцы пилоты 4-го истребительного полка совершали несколько вылетов в день. Они едва успевали заправить самолет горючим, пополнить боекомплекты и тут же взлетали на очередное задание. Их истребителям приходилось выполнять несвойственную для них роль, штурмовать речные переправы, вражеские колонны с военной техникой и пехотой. Аметхана часто посылали в разведывательные полеты, которые он переносил тяжелее всего. Очень хотелось ввязаться в бой с самолетами или зенитчиками противника, но приходилось, чтобы выполнить приказ и довести ценные сведения в штаб уклоняться от боев. Но один раз он все-таки не выдержал и вступил в бой с двумя миссершмиттами. Те, пользуясь своей безнаказанностью, расстреливали беженцев в поле. Аметхан на своей чайке бросился на перерез одному миссершмитту, который выходил из пике, но по неопытности открыл огонь только тогда, когда самолет противника попал в прицел. Тот проскочил мимо, а в чайку Аметхана ударила очередь из пулемета другого немецкого истребителя. Неизвестно, чем бы закончился этот бой, но в этот момент появилось еще два советских самолета, которые сбили один миссершмитт, а второй нацист, прячась за облаками, пустился на утек. К осени 1941 года Аметхан Султан уже совершил 130 боевых вылетов и не сбил за это время еще ни одного самолета противника. Это очень волновало молодого летчика. Ему казалось, что он плохо исполняет свои обязанности, что его разведывательные полеты недостаточно важны. Но именно в это время Аметхан получил свою первую награду – Орден Красного Знамени. На войне не бывает второстепенных дел, и то, чем занимался Аметхан, тоже было необходимо для победы над врагом. В небе над Ярославлем Аметхан уже летал на английском истребителе «Харикен». Этот истребитель был вооружен 12 пулеметами, которые при стрельбе создавали сплошную стену огня, но катастрофически проигрывал скорости немецким самолетам. После тарана Юнкерса Аметхану удалось выбраться из кабины и спуститься на парашюте. Немецкие пилоты также парашютировались и попали в плен. Потом на допросе они сильно жаловались переводчику, что советский летчик сбил их не по правилам. Аметхан после боя опять был крайне недоволен собой. Он не смог использовать преимущество «Харикена» в огневой мощи, чтобы сбить вражеский бомбардировщик, да еще и потерял свой самолет. Но в Ярославле жители города встретили пилота как героя. Они притащили на площадь остатки Юнкерса, и под бурной овацией молодому летчику были вручены грамота «Почетный гражданин города Ярославля» и именные часы с памятной надписью. А впоследствии за этот подвиг летчику вручили орден Ленина. В конце июня 1942 года, когда началось крупное наступление вражеских войск под Воронежем, 4-й истребительный авиаполк срочно был переброшен из-под Ярославля в район города Елец. Он вошел в состав только что сформированной 8-й воздушной армии. Именно в боях за Воронеж упорная учеба в ходе боевых действий и опыт, накопленный в предыдущих боях, стали приносить Амет Хану свои результаты. В один из июльских дней эскадрилья капитана Ищука, в которой находился и Амет Хан, сбили 6 юнкерсов. А через день, прикрывая наши бомбардировщики, Амет Хан лично сбил мистер Шмидт. Искусно маневрируя своим Харикином, он близко подобрался к противнику и поджег его с короткой дистанции. В этом бою еще один мистер Шмидт сбил и командир эскадрильи, капитана Ищук. А уже на следующий день они оба опять сбили по самолету противника. В боях под Воронежем в течение месяца Амет Хан Султан уничтожил 7 самолетов, за что был награжден вторым орденом Красного Знамени. А ближе к осени 1942 года полк Амет Хана перебросили под Сталинград. Как-то прохладным осенним утром Амет Хан на стоянке истребителей нашел немецкую листовку. На ней были напечатаны самодовольные лица фашистских асов, увешанных орденами. Под портретом, каждого из них указывалось, сколько самолетов он уничтожил. Амет Хан отнес эту листовку в штаб. Командир полка Морозов, разглядывая листовку, пошутил. «Надо же, одни графы и бароны, но зато у нас есть Хан и Султан. Придется тебе одному, Амет против них, бороться. Ну тогда Хана фашистским асам!» Под общий смех проговорил Амет Хан. Уже в следующем бою он сбил два истребителя противника. В это время он летал на самолете Як-1. После взлета с аэродрома он увидел, что навстречу в боевом развороте летят два Мессершмитта-109. Амет Хан пошел в высоту, а фашисты, которые не успели за советским летчиком, начали отворачивать, но было уже поздно. В первую очередь Як достала ведомого, а Амет Хан снова пошел ввысь. Атака сверху и сразу вслед за ней стремительный набор высоты для новой атаки стал любимым приемом Амет Хана. Второй фашист попытался тоже набрать высоту, но Як снова опередил Мессершмитта и обрушился на него всей своей мощью. Амет Хан никогда не сковывал себя одним, даже очень эффективным тактическим приемом. Тактика его менялась в зависимости о складывавшейся боевой обстановке. В одном из боевых вылетов он заметил несколько немецких истребителей над собой. Один из Мессершмиттов немедленно ринулся в атаку, но Амет Хан резко сбросил газ, и его истребитель потерял скорость. Пулеметная очередь Мессершмита сверкнула перед самым носом яка, а обманутый фашист, подставив свое брюхо, был уничтожен из пулеметов советского самолета. Перед самой операцией «Уран» командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Тимофеевич Хрюкин решил создать полк из летчиков-асов. Для этого в 9-й гвардейский полк со всех истребительных авиачастей стали направлять наиболее опытных летчиков, имевших на своем счету несколько сбитых фашистских самолетов. Попал туда и Амет Хан. Командиром полка был назначен майор Лев Львович Шостаков. Это был опытный летчик, служивший еще в Испании. А через год Великой Отечественной войны он уже стал героем Советского Союза. Сразу же майор Шостаков начал тренировку личного состава. Особое внимание командир полка уделял слетанности истребителей в эскадрилях. Он изматывал своих пилотов до полного изнеможения. Даже Амет Хан, который считался в полку треужильным, к вечеру не мог стоять на ногах. Шостаков учил летчиков летать на малых высотах, стрелять прицельным огнем с малых дистанций по уязвимым местам фашистских самолетов и выходить из самого невероятного пике у самой земли. Последнее умение однажды очень пригодилось Амет Хану. Возвращаясь с очередного боевого вылета, як Амет Хана атаковал миссер Шмидт. Немецкий ац подстерегал возвращающихся заданий советские самолеты, зная, что перед посадкой у них на исходе как горючее, так и боекомплект. Завязался скоротечный и воздушный бой, а когда нацист понял, что не на того напал, то неожиданно ушел в пике. Но выйти из него уже не смог. Амет Хан также направил свою машину вслед за фашистом и почти у самой земли расстрелял самолет противника, который врезался в землю рядом с аэродромом. В феврале 1943 года советскими войсками был освобожден город Ростов-на-Дону. Гитлеровское командование не смирилось с потерей этого важного центра и решило взять реванш за это поражение. К городу была стянута масса войск и техники, а в воздухе появились новейшие немецкие самолеты. Фашистская авиация пыталась массированными налетами сорвать наступление советских войск. Утром 25 марта 3-я эскадрилья, которой командовал Амет Хан, была поднята в воздух. Шестерка Яков набрала заданную высоту и, подлетая к Ростову-на-Дону, пилоты заметили самолеты противника. Словно грозовая туча, огромная армада приближалась к городу. В черной точке немецких юнкерсов группами подлетали к армаде и занимали свои места в боевых порядках. Амет Хан насчитал более ста бомбардировщиков, которые сверху прикрывали около 20 михершмиттов. Он вызвал подмогу, а сам отдал команду к атаке. Шестерка Яков в едином строю ринулась сверху вниз и врезалась в строй бомбардировщиков. Амет Хан с короткой дистанции расстрелял ведущего, который со страшным грохотом взорвался. А остальные пилоты его группы тоже подожгли несколько вражеских машин. Дерзкое нападение наших истребителей ошеломило немцев. Потеряв ведущего, строй вражеских бомбардировщиков начал рассыпаться. Юнкерсы стали беспорядочно сбрасывать бомбы, чтобы поскорее избавиться от опасного груза. Однако больше стерки Амет Хана привел в ярость немецкие истребители сопровождения. Всей группой накинулись они на третью эскадрилью. Силы явно были не равны. Разгорелся беспощадный быстротечный воздушный бой. В этой атаке был сбит самолет Ивана Борисова, самоотверженно прикрывающего командира эскадрильи. Амет Хан вывернулся в немыслимом развороте и кинулся за Мессершмиттом, сбившим его ведомого. Он поймал его в перекрестии и нажал на гашетку. Мессершмитт с густым дымом резко пошел на снижение. В этот момент справа ударили четыре фашистских истребителя. Амет Хан с новым своим ведомым Коровкиным ринулись вверх, чтобы с набором высоты схватиться с противником. В этой битве Коровкин расстрелял весь свой боезапас и пошел на таран. Оба самолета сразу же развалились, а советский пилот успел спрыгнуть с парашютом. Однако другой мессершмитт расстрелял его из пулемета. Александр Карасев, еще один летчик третьей эскадрильи, догнал вражеского истребителя и вогнал его в землю горящим факелом. В этот момент подлетела подмога. Боевые порядки советских эскадрильей сходу врезались в строй немецких бомбардировщиков, а Амет Хан, израсходовав почти все горючее, дал команду своей группе о выходе из боя. С тяжелым сердцем покидали в этот день летчики свои самолеты. Конечно, дрались они сегодня с врагами как орлы, но погиб их товарищ Николай Коровкин. Немного обрадовало их то обстоятельство, что Иван Борисов, которого в этом бою сбили первым, выжил и даже смог довести свою поврежденную машину до аэродрома. Вечером, разбирая в штабе армии все перипетии этого небывалого по масштабам воздушного боя, генерал Хрюкин отметил, что в его ходе было сбито более 40 фашистских самолетов. Особенно отличились летчики 9-го гвардейского полка, которые уничтожили 16 вражеских машин. А Амет Хан в этом бою уничтожил два самолета. 24 августа 1943 года капитану Амет Хану Султану было присвоено звание Героя Советского Союза. А в мае 1944 года он был отправлен в отпуск домой. Там он стал свидетелем депортации крымских татар. Амет Хан очень переживал за мать, которая была татаркой по национальности, но мать Героя Советского Союза не тронули. К тому же по отцу Амет Хан был лакцем, то есть дагестанцем, так что депортации избежала вся его семья. Но была и другая трагедия. Младший брат Амет Хана, Имран, во время оккупации работал полицейским и сейчас был арестован. Его сотрудничество с нацистами выяснилось еще в 1943 году, когда в дом к Амет Хану была послана группа партизан для эвакуации его семьи из Крыма. После разговора с сестрой и матерью Амет Хана, эта группа попала в засаду татарских националистов. После отдыха летом 1944 года Амет Хан пересел на новый истребитель Ла-7 и воевал в Восточной Пруссии, а также участвовал во взятии Берлина. Последний свой воздушный бой гвардии майор Амет Хан Султан провел 29 апреля 1945 года над аэродромом Темпельхоф, где сбил Фокке-Вульф 190. Всего за время войны Амет Хан Султан совершил 603 боевых вылета, 70 из которых на поражение наземных целей противника, и провел 150 воздушных боев, в которых лично сбил 30 и плюс в составе группы 19 самолетов противника. Уже после Великой Отечественной войны 29 июня 1945 года гвардии майору Амет Хану Султану было присвоено второе звание Героя Советского Союза. После войны он не смог долго оставаться без неба. В феврале 1947 года он становится летчиком-испытателем Летно-исследовательского института имени Громова. В сентябре 1952 года Амет Хан уже летчик-испытатель первого класса, а в 1953 году ему была присвоена Сталинская премия второй степени. В сентябре 1961 года ему присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель Советского Союза». За время летной работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, а его налет составил 4237 часов. Погиб герой 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Кому понравился этот выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также пишите свои комментарии под этим видео. А я с вами прощаюсь, до новых встреч!